14 апреля. Сев яровой пшеницы сорт Риза. Пришественник Люцерна. Основная обработка вспашка. Выравнивание осеннее и, можно сказать, прямой посев весной. Без предпосевной обработки. Все хорошо. Без предпосевной обработки. Без предпосевной обработки. Люцерна начинает просыпаться. Под гербицидом ее не уничтожали. Поэтому она будет делать все, чтобы закрепиться опять в этом же месте. Глубина где-то 4 сантиметра. Получается очень хорошо. В почве есть влага. Почва физически спела. Она как раз подошла из-за интенсивного испарения влаги. Выравнивали здесь агрегатом топ-даун. Вот так вот получилось. Вот так вот получилось. Влага еще в почве есть, но она, конечно же, ждать никого не будет. Нужно сеять, работать. Чем интенсивнее все процессы в производстве будут происходить, тем быстрее можно будет эту влагу сохранить. И пользоваться и теплом, и влагой, и питанием, которое сейчас уже в целом растениям доступно. Если в прошлом году яровая пшеница тепло ждала где-то в земле месяц, месяц сходила, то в этом году вот оно тепло. Сейчас где-то температура 20 градусов. Почва уже прогрелась. Уже можно, если по состоянию почвы сеять и сою, и поздние культуры. Понятно, что календарные сроки еще не подошли, которых придерживаемся, как правило. И вероятность того, что будет возврат холодов достаточно, вероятность достаточно высокая. Поэтому ждем, ждем календарных сроков. Это не значит, что календарные сроки кем-то, они, может быть, выявлены. Нет, это в среднем календарные сроки, которые позволяют при любом погодном раскладе получать стабильные, допустим, урожаи по кукурузе, по сою. Сои проще, с кукурузой сложнее. По сои здесь вариант всегда нужно придерживаться того, чтобы было наличие влаги в почве. И сою можно будет сеять позже, допустим, до 15 мая. Это не сильно влияет на урожайность. Хотя бывали случаи, когда и влияло, если год был засушливый. То есть, ранний срок сева вел себя лучше. По кукурузе здесь обычно все, что посеяно до 1 мая, ну, то есть, если кукуруза посеяна до 1 мая, отличная кукуруза всегда. Ну, хорошая кукуруза, она будет характерна по урожаю для года. Это будет оптимальный срок посева. По густоте здесь тоже нужно смотреть на то, чтобы густота соответствовала, ну, такому, во всяком случае, принципу, чтобы не формировался второй початок. Тогда это будет также максимально возможная урожайность в этой климатической зоне. Это практически работает везде так, но я больше, конечно, сужу по данной территории, по Курской области. Подсолнечник обычно хорош тот, который посеян до 25 апреля. До 25 апреля обычно начинали сеять с 20 апреля. С 20 или даже раньше апреля и до 25 апреля успевали посеять подсолнечник. Следующий этап – это уже сев кукурузы. Большая часть кукурузы, большая часть площадей успевали посеять до 1 мая. Может быть, 70%. Все, что не успевали сеять уже в мае. Бывали годы, когда разницы в урожае не было, а бывали годы, когда разница была ощутима именно от этих сроков. Поэтому я имею в виду, что ранний посев был лучше. Поэтому здесь все же придерживаемся тех сроков, которые работают как правило. Ну, как правило, лучшие сроки. Вот такой вот комментарий о сегодняшней погоде, о культурах, о сроках посева аэровой пшеницы. Здесь аэровая пшеница сорт Риза. Норма высева где-то 4,5 млн. Весовая – это где-то 170-180 кг на гектар. CL Carapid 800S без удобрений. Трактор Fendt 933. Производительность, в зависимости от поля, на этом поле можно работать где-то за смену до 100 гектар. За смену делать до 100 гектар. При учете хорошей логистики. При хорошей логистике, при минимальных простоях 100 гектар можно здесь закрыть на таком поле. Здесь не держит, здесь твердо, здесь ровно. Сопротивлений никаких для сейлки, для трактора. То есть все хорошо. Сутки 200 гектар. Ну, такие поля они. Поле закончил. И в целом вся эпопея с таким участком завершилась. Посидió 100 гектар, снять 100 гектар. Продолжение следует...